На троих Вашего сына. Что, Изенька? Изенька прекрасно учится. Хороший мальчик. Почему? Потому что у Изеньки хорошие родители. Да, но он дает списывать другим детям. Правильно делает. Изенька хочет, чтобы все ученики вашей школы были бы его уровня знаний. Но он это делает за деньги. За знания нужно платить. А вы знаете, сколько он за это берет? У него же даже есть официальный прайс. Математика 10 долларов, физика 15 долларов. Правильно. Физика же сложнее. Зато посмотрите. Изобразительное искусство сущие копейки, два доллара. Просто у Изеньки это слабо получается. Самое страшное, что ваш Изя стал давать деньги под проценты нашим педагогам. Под 10 процентов. Да. 10 процентов? О, боже. Вот это действительно очень страшно. Хоть с этим вы согласны. Да. Изенька мне говорил, что под 8 процентов. Ой, вей, ой, вей. Сегодня у Изеньки будут вырванные годы. Сегодня я ему устрою аудит. Ой, сегодня у Изи будет угол плача. Спасибо вам за информацию. Я прошу прощения. Но если вы поговорите с Изей и договоритесь о том, чтобы он давал деньги под 7 процентов, то мы закроем глаза на списывание. Угу. Ну это же совершенно другой разговор. Сегодня вечером вместо угол плача у меня с Изенькой будет беседа, о результатах которой завтра вы сможете прочесть в его дневничке. с вами приятно иметь дело. Должна вам сказать, Софья Николаевна, что вы великий дипломат. А шо, я тоже такие имею корни. На краих. Мы родители Сережи Гальменко. Гальменко мы. Мы оба Гальменко. Я Гальменко и он Гальменко. Я поняла. Я почему вас вызвала? Ваш сын очень многого не знает. Фух, я уже думал, он начал курить. Поверьте, это тоже очень важно. Я спрашиваю, а сколько будет 10 в квадрате? И знаете, что он мне ответил? 20 тысяч. Правильно? Значит, вы сами понимаете, насколько не образован ваш сын. Нет. я когда сказала, что 9 мая это день окончания войны, а не бонус к маёвке, так у него были вот такие вот глаза. Вот такие вот, как у вас. А химия? Я спрашиваю, кто изобрёл таблицу Менделеева? А он не знает, представляете? Я ему намекаю, что в названии таблицы Менделеева уже есть его фамилия. Ну, ясно, ясно. Таблица. Вот так он и ответил. Ты ещё и химию знаешь? Конечно. Вообще-то, Менделеев. Ну, я был близок. Ну-ну. Простите, а знаете, как посчитать площадь? Голубушка, это вообще элементарно. элементарно. Четыре. Что четыре? Четыре площади у нас в городе, голубушка. Это пора знать. Ну что ж, теперь ясно, в кого ваш сын. В кого? А то, знаете ли, мы часто спорим. Давайте поговорим про поведение вашего сына. Давай. Оно ужасное. Он постоянно опаздывает. А в этом вы виноваты. да? Вы и ваша школа. Что за адрес такой несуразный? З-1-В. Вообще-то, тридцать один В. Так так и писать надо было. Вы можете понять, что если ваш сын не будет учиться, то кем он станет? Ясно кем. Депутатом. А вот в партию работать. В какую партию? Знамо какую. В мою власть людям. Голосуйте, не ошибетесь. Ну, теперь все понятно. Что ж, сдавайте на крышу и идите. Сколько? Десять в кубе. Двадцать шесть. Я только хотел сказать. Конечно, двадцать шесть. там немного больше. Ну, про таблицу я почти угадал. Жаль, Людев. Зато корын шабуток. АПЛОДИСМЕНТОМ такое. Я даю детям возможность заработать живые деньги. Дядь Дмитрий, ты трудовик. И ты должен учить детей вбивать гвозди в стену, а не в крышку. Зря вот так, Надежда, Константиновна, зря. Я, между прочим, даю возможность заработать не только детям, но и учителям. Я знаю. Я знаю. Я вызвала физрука. Вызывали? Вызывала. Еще час назад. Где вы были? Партнер. Привет. Присядем. А, Так это, с 11-м вен на улице занимались физической подготовкой. Виктор Петрович, я не думаю, что ношение гробов это школьная программа. Согласен, Надежда Константиновна. Ну, вы же знаете, какая у нас зарплата. Тут либо мы их, либо они нас. Кстати, вот, пожалуйста, печеньки, конфеты. Да не хочу. О, нельзя отказываться, нельзя. Кстати, Надежда Константиновна, вы же у нас, эта самая, учительница литературы. Ну. Ну, то есть, всякие словечки интересные, знаете, да? Нам как раз такой человечек нужен, как конферансье для прощальной церемонии. А с учителем музла мы уже договорились, дети репетируют. Как вы смеете? Мне, учителю высшей категории такое предлагать? Ну, там, три тысячи в час. Я не могу подобрать слов, чтобы передать те чувства, которые меня переполняют. Он был прекрасным человеком, который очень любил жизнь. Нормально получается? Ну, вот, никто бы не сказал лучше. Вот было бы, я бы выпил. Надежда, кстати, у нас, кстати, документики готовы. Вот тут, о-о-о, добрый путь. Только росписи не хватает. А у моей? У вас самая красивая роспись. Ну, давай. Он работает по белому. А пухать по черному. А у ребятки, добрый путь наш человек. Да. Здравствуйте. А где Надежда Ивановна? Классный руководитель одиннадцатого А. А вы, собственно, кто и по какому вопросу? Я председатель родительского комитета и по вопросу, что покупать нашим деткам на выпускной на стол? Разрешите представиться. Новый классный руководитель одиннадцатого А-класса Александр Сергеевич. Раз, два. Как это? А как же Надежда Ивановна? А Надежду Ивановну, так сказать, уволили. За некомпо... За не... За некомпоклейкость. Вот. За некомпетентность? Ну да, типа того. Так что, я теперь ваша новая классуха. Ну, если вам так удобно. Честно говоря, первый раз вижу классного руководителя физрука. А это там в министерстве решили, не наши это дела. Так, давайте переходим к этому, к вашему вопросу. А, да. Значит, что мы берем на стол? Так, на стол мы берем, записывайте, берем водку. Какую водку? Хорошую берем. Паленку брать не будем, потому что в прошлый раз полвыпускного класса ослепла. А хотелось бы, знаете ли, рассвет увидеть. О! Подождите, ну а как же школьные правила? Школьные правила у нас не изменились. Значит, третий тост за любовь, четвертый за родителей. Все как положено. Нет, я имею в виду дети. Как им пить водку? Это же... Как? Очень просто. Вы что думаете, они не пьют алкоголь? Так уж лучше пусть под моим присмотром, понимаете, чем где-то там во дворах. Тем более, я уже не первый год, поверьте мне, занимаюсь организацией подобных, так сказать, мероприятий. Ну хорошо, сколько берем? Так, ну, я думаю... Две бутылочки. Два ящичка. Как два ящика? Зачем? Как зачем? Мы же два дня сейчас отмечаем. Как это два дня? А вот так. Распоряжение с министерства у нас пришло. Значит, первый день у нас теория, второй день, значит, закрепляем это все дело, как говорится, на практике. Во! Ладно, что еще берем? Так, еще возьмите, наверное, пивка. Какое пиво? Может быть, еды возьмем? А ты не такая глупенькая. Да, возьми, еды какой-то там, ну, на свое усмотрение, там, набросайте, нарезочки какой-то там, колбаски, капусточки, зелени. Добрый день. Добрый день. Ой, Надежда Ивановна, здравствуйте. Скажите, как так получилось, что вы больше не классный руководитель нашего 11-го А? Как? Ну, а мне тоже интересно, как так получилось, что я больше не классный руководитель 11-го А? А, Александр Сергеевич? Не знаю, вы тут сами разбираетесь. Пошел вон отсюда. Да-да, я как раз собирался пойти встретиться с председателем родительского комитета 11-го Б-класса. Физкульт-привет, так сказать. Так, а водку берем? И пивка? Ответьте мне на один вопрос. Где ваш муж? Сейчас уже будет. Леша Константиновна, здравствуйте, извините, пробки. Пробки? А посмешнее ничего выдумать не мог? Да я честно... И почему не постучался? Ну, так я же... Встал, вышел и вошел как надо. Быстро! Да, войдите. Можно сесть? Да садись уже! Да. Что с нашим сыном? Все плохо. Олег! Не поняла, ты курил? Я. Ты курил? Надежка Константиновна. Ну... Я не могу говорить, я перезвоню попозже. Это что, телефон? А ну-ка, дал сюда. Быстро! Надежка Константиновна. Дал сюда, я в шкаф положу! Олежка, ты уже как 30 лет закончил школу. Может, ты перестанешь ее бояться, а? Тем более, ты спецназовец. Давай... Разговорим! Давай будь посмелее. Посмелее? Ты помнишь, я про свои пальцы поломанные говорил? Так вот, это не учение. Это ее линейка. Это что, она ту же самую Сереженькой делает? Так, Олежка, давай его в другую школу переведем? Не-не-не-не-не. У пацана вот такая школа будет. Вышкалка. Я не знаю. Меня после выпускного в спецназ без подготовки забрали. Так, а что там с Сереженькой? Сереженькой мы потом разберемся. Сейчас мы поговорим о нем и его курении. А ну-ка, встал. Надежда Константиновна. Встал. Подошел ко мне. Быстро. Надежда Константиновна. И снял штаны. Снял штаны? Я сказала, снял штаны. Олежка, скажи что-нибудь. Цыц. Зато брошу курить. Это Сереженька хотел художником быть. Спецназ это. Это спецназ. Очень приятно, Егор Григорьевич, что вы зашли к нам сегодня, что не забываете родную школу. А кем вы сейчас работаете? Строительством занимаюсь. Что, не слышали? Знаем, слышали, что вы человек теперь большой в городе. Да, да, да. Есть немного. Ну, о школе тоже не забываю. Вот, недавно, спасибо, недавно вспомнила и сразу к вам. Вы были всегда моим самым любимым учеником. Я всегда в вас верила. Всегда. Если вы про этот взрыв, я же извинился. Могу еще раз извиниться. Извините, ну, малой был, глупый. Ну, конечно. Ничего, мы уже забыли. А, кстати, за то, что я вас тогда в чулане и вместе со скелетом закрыл, тоже простите. Прощай, я уже практически не заикаюсь и понимаю, что вы же не созлашившие. Игорь Григорьевич, вы знаете, у нас в школе такие старые окна, а финансов выделяются все. Забудьте, считайте, что этой проблемы уже нет. Здорово, правда, здорово. И линолеум у нас отрезкался. Забудьте, я вам говорю, считайте, что этой проблемы уже нет. Огромное вам спасибо. Мы всегда вас ждем. Заходите в любой день, в любое время к нам. Павспоминаем, школьные годы чудесные. Не получится. Мы на месте школы хотим супермаркет зафигачить. и считайте, что школы уже нет. Оно пошло отсюда вон и цветы свои забери. Каким был таким эс? Надо было меня выпускать в туалет, тогда я просил. Надежда Константиновна, мы каждые полгода сдаем деньги на ремонт, а единственное, что я вижу, это новые украшения на ваших руках. Ну, зачем вы так, Александр Константинович? Это, между прочим, подарили мне благодарные родители. В прошлом месяце мы вам сдали деньги на шторы. И где они? Где? Покажите мне. А вот мы как раз сейчас выбираем шторы с французским дизайнером. Пауль, войдите. Вы, 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 Надежда Константиновна. Вот, пожалуйста. Перду. Эту ткань я предлагаю повисить в кабинете литературы. Русская литература, чтобы она приняла этих известных поэтов, как Пушкин, Горгий и Рембрандт. Вы, вааля, эту замечательную ткань белую я предлагаю повисить в кабинете физики, потому что облако газа, видите, облако, ой, бурбе, бурбе, обликом пермель, топив, тух, эле, драмбюшкля. Эту тканину в стиле прожгло, я предлагаю... Подождите, она же дырявая. Молодой человек, я, я в дизайнер, это мое дизайнерское решение, оно будет висеть в кабинете химии, понимаете, реактивом прожгло. Это надо мыслить. Солидно, солидно. Тканинно. Очень эффектно, эффектно. Сколько я там должен на шторы? Ну, все сдают по 1200. По 1200. Здесь немножко больше, ну, так сказать, от благодарных родителей. Не стоило, конечно, но спасибо. До свидания. До свидания. Приходите к нам. До свидания. да. Ого! Да. Ну что, Надежда Константиновна, вроде получилось, а? Ну, для моего водителя почти идеально. Ага. Так, Пашка, карнизы и шторы отвезешь ко мне домой. Ага. А вот эту тряпку отнеси Нине Ивановне, нашей уборщице, она ее третий день найти не может. О, да, точно. Понял? Быстро. Да, приезжайте, и было бы хорошо, если бы вы были через минут 15. До свидания. Вызывали? Вызывала. Что? Мой сын опять кому-то дал в морду, да? Конечно, он же самый сильный. Ну да, сильный. Ну, так что, хуком кого-то срубил опять, да? П-п-пытался? Да понятно, он же самый сильный. Не зря я его на бокс отдал. А люди еще говорят, что на боксе тупеют. Ха-ха! 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 В общем, так получилось, что вашего сына по стечению обстоятельств побили. Ну-ка, повтори. Я говорю, у вашего сына побили. Не сильно. Кто? Кто он? Кто его отец? Я хочу его видеть прямо сейчас. Выживай его, быстро! Это была она. Ха-ха! Она? Баба? Девочка! Как? Как моего сына могло побить? Баба! Мы же этих баб всегда в кулаке держали. Вот здесь место, баба, вот здесь! Каких это ты баб в кулаке держал, дрыж-то лис? Знакомьтесь, это мама вашей обидчицы. Да. Знакомы. Мы с ней в одном классе учились. За одной партой. А, если твой сын еще раз подойдет к моей дочери, то вы будете лежать в одной палате на соседних кроватях. Ты понял меня? Понял, понял. Вот. Отдайте нам, пожалуйста, документы, мы переходим в другую школу. Какую? У нас скоро олимпиада юношеская по самбо и нам хороший спарринг партнеры в боках нужны. Так а мой-то что, мой-то сынок, он же дрыщ, он же слабак. Он, это, пускай во дворе поиграет в песочнице. А в каком дворе? А ты вообще где работаешь сейчас? Я, я вообще, это, уезжаю, уезжаю в другую страну. Да. Прямо сейчас! Ах, ты сволочь ты такая! Фух! Алло, милиция? Полиция? Это школа номер 23. Все, отбой, сами как-то разобрались. Благодарю. А нет, повисите, секундочку. Звони, миндал. Извините. Не миндал. Это в рай. Все-таки я тихо скорее. на троих. Вот скажите, пожалуйста, вам удобно сидеть на табуретах на вашей кухне? Да, спасибо, очень удобно. О, а вот мне на первый урок вставать неудобно. Поэтому либо верните табуретки, которые я сделал, либо меняйте мне график. Ну, во-первых, это сделали не вы, а дети. Во-вторых, вы их продаете, а это уже дело подсудное. А в-третьих, что вас, собственно, не устраивает? Понимаете, я человек употребляющий, и утро у меня всегда занято. Чем это оно у вас так занято, дядь Митя? Похмельем. Похмельем у меня занято. У меня первый урок в 8.30 и похмелье в это же время. А две головные боли одновременно я не потеряю. Шо? Шо? Здрасте, дядь Митя. А, здорово, здорово. Садись это надолго. Садись, садись. Вот, пожалуйста. Поговорите с Виктором Петровичем. У него, кстати, седьмой урок, последний. То есть вы хотите, чтобы я поменялся с первого на седьмой? Чтоб дети не только про труд забыли, но и про спорт, да? Ну, вы сами сглупили Надежды Константиновны. У него первый урок, у меня последний. Вы представляете, сколько нам времени для раздолья вы сделали? Со второго по шестой урок. Да. И такого графика ни одна печень не выдержит, я вам отвечаю. А может быть, вы просто не будете пить? Сыслей. Сыслей, да вы, да вы понимаете сейчас, что вы такое из этих несете? Вы же ломаете систему устоявшуюся. Не отбирайте вы у учеников в детство. Ну, допустим, вот выпустится, длитесь из школы. Пройдет пять лет. Приедут они навстречу выпускников и какие истории они будут рассказывать? Как вы в двери застряли? Не бывает истории про трезвого физрука и трудовика. Не бывает. Так что, пожалуйста, не отбирайте у детей светлые воспоминания. Вас прошу. А вы знаете, я решила, я избавлю детей от вас. Вы уволены. Оба! Ай, спасибо! Ай, спасибо! Спасибо. За что спасибо, идиоты? За то, что у нас теперь появился прекрасный повод. Ну, вот такое. Но! Но! Если вы передумаете, звоните. Ему. Мой телефон в ломбарде. А мы в столовой. Взял? А ты. А-а-а. Все. А кто не пьет? Ух, Дема, пейте, моя доска. Действительно. Кто не пьет? А-а-а. Можно? Войдите. Спасибо. Надежда Константиновна, мы самая, зять Дмитрий, поменяться хотим? Ну. Чем? Печенью. Красава, дядь Дмитрий. Дядь Дмитрий, твоей печени хватит на весь педагогический коллектив. Да. Я так поняла, Виктор Петрович, что вы хотите, чтобы уроки физкультуры были повторниками четвергам, а уроки труда, дядь Дмитрий, были в понедельник, в среду и в пятницу. Да? Мне... Да нет же, мы не расписанием поменяться хотим, мы предметами поменяться хотим. Предметами роскоши. Ну, ты мочишься, дядь Дмитрий, а? Да. Ну, единственная роскошь, которую ты себе, дядь Дмитрий, можешь позволить, это проспать работу. В принципе, ты на ней и ночуешь. Короче, я хочу вести труды, то есть иметь официальную возможность приходить на работу нетрезвый. А я хочу, я хочу девочек на турник подсаживать. У нас, оказывается, в школе еще и девочки учатся. Да. Единственное, на что ты можешь подсадить девочек, это на свой портвейн. А ты ведь о хорошо подумал, а? Чем? В смысле, о чем? Единственное, что на физкультуре дети могут, не дай бог, упасть с каната, а? Ну. А мастерская? Это сосредоточение колючь и режущих предметов, причем электрифицированных, а? Дядь Дмитрий сядет, для него ничего принципиально не изменится. Встал утром и в мастерскую. Только разница между звонками пять лет. А ты, дядь Дмитрий, ты хорошо подумал? Да. После твоего каната девочки тебя в суд подадут. А это совсем другая статья. Этот напильник твой знаешь тебе куда? А можно мы обратно поменяемся? Можно. Еще раз зайдете с таким дурацким предложением, я вас на шторы поменю. Все завязано. Больше не зайдем с таким дурацким. С другим зайдем. А мне с кем поменяться, чтобы этим дебилом не видеть. Спасибо.